друзья всем салам алейкум всех приветствую на моем канале сегодня мы с ахмедом решили выехать на природу точнее на дачу и приготовить баранью переднюю часть вот такую переднюю часть в фольге по необычному рецепту как мне ахмед сказал магомед это рецепт с той книги бафтугай ских рецептов поэтому друзья оставайтесь с нами вы увидите как мы будем готовить уникальный рецепт который нету просторах интернета правильно же ахмед доход скажу да да вот так вот так что друзья это все у нас юмор книга конечно ахмад где-то лежит где там книга бафтугайских рецептов но тем не менее я еще и я не видел короче мы сейчас начнем быстренько готовить прежде чем начать готовить друзья вас всех попрошу давно я вас не просил подписаться на канал я вижу вы смотрите без подписки подписаться поделиться роликом туда-сюда друзьям ай-хуй отправить в общем поддержать мой канал вот теперь мы начинаем так с немножко от халим нашу баранину опалили теперь удалим то что если есть лишнее то что внутри здесь есть вот такие вещи удалим лимфоузлы и т.д. и т.п. все вроде бы лишнего ничего больше не осталось сейчас быстренько начнем мариновать вам покажем рецепт очень вкусный рецепт приготовления ягненка по бафтугайски так закончили делать надрезы а теперь очередь нашего чеснока вот так друзья шпигуем наше мясо на шпигуем наше мясо чеснок даст свой сочный вкусный аромат друзья вы просто не представляете себе насколько же вкусным сочным ароматным получится наш и огненок по бафтугайски вы знаете друзья в эти наши рецепты они говорят но люди говорят что это где-то рецепт взяли какой-то книги прочитали у кого-то на youtube канале увидели а на самом деле друзья эти рецепты они очень простые вещи те кто придумывает эти рецепты они тоже их не просто так же придумывают они их по ходу дела выехали на природу сами грубо говоря сочиняют грубо говоря экспериментируют вот как мы сегодня с ахмедом решили мы раньше лопатки утки готовили ахмед сказал магомет давай ты приготовишь целиком эту переднюю часть но целиком она конечно трудно будет готовить здесь реально по времени она может и дольше готовится но тем не менее мы решили ее приготовить если она у нас хорошо получится мы напишем на в описании нашего ролика как вкусно и сочно как вкусно и сочно приготовить баранину а если у нас она не получится мы напишем как есть как не надо готовить баранину так друзья теперь мы приступаем к следующей фазе нашего специального блюда такс фольга у нас готова давайте мы так два слоя делаем пирога так возьмем вот вот так сделаем два слоя сюда поставим нож вот на эту сторону поставим раз огурец и два огурец теперь берем нашего барашка что теперь мы делаем дальше берем соль берем и вот так вот солим солим и с другой стороны вот так и стой и с этой стороны надо вот так вот посыпать смели сунели это очень и очень такой вкусный ароматные специи именно к мясу сейчас я быстренько я с этой стороны и и не сделал сейчас мы с этой стороны тоже и сделаем вот так а это друзья соевый соус это один из таких самых не отъемлемых ингредиентов нашем бафтугайском рецепте и огненка я все что мы делаем она должен делаться с обоих сторон мы не будем мы будем делать на камеру с одной стороны но все это мы будем повторять и точно также переворачивает и делать так что вы обязательно если будете готовить с обоих сторон делайте мы тоже и делаем но вам показывать не будем такс после соевого соуса возьмем немножко подсолнечного масла Как проводник для специй тоже оно необходимо. Ко мне в гости должен приехать мой друг. Его зовут Раджаб Белитхану, мой одноклассник. Он очень сильно любит картошку. Картошку-то я особо так сильно не люблю. Но я знаю, что он любит картошку. И я для него специально вот так возьму, порежу и поставлю сюда картошку. Картошку можно сюда и помельче делать, помельче ставить, порезать, то есть помельче. Но она у нас, эта баранина будет готовиться около полтора часа. Если мы маленькую картошку сделаем, она здесь потеряется, разварится. Поэтому вот такие цельные, большие оставляем кусочки, ломтики. Мы наше мясо нашпиговали. На всякий случай, если нашпигованного чеснока будет мало, мы решили добавить вот так еще и сверху немножко. Так, а это наш домашний болгарский перец. Вот так. Немножко зелени. И парочку, парочку сочных дагестанских томатов. Так, помидорчики порезали. И вот так вот наши и помидорчики. Хватит снимать. Нужна твоя помощь. Ахметь, здесь я один не справлюсь, брат. Поэтому твоя помощь здесь, как кислород, мне необходима эта помощь. Вот так. Я подниму ты сейчас, давай. Давай. Пропускай. Пропускай, 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 пропускай. Вот так. Еще? Да-да, еще-е-еще. Слоев 4-5 сделаем мы. Как тоже сейчас сделаем? Как тоже сделаем мы сейчас. Нет, пожалуйста, не так-не так не находите. Это наша отдушка опоздует, да? Отдушка, как обычно, приходит, кушает, уходит или опоздует. Так, Ахмед, тебе большое-большое-большое спасибо. Без твоей помощи я бы не справился. Вот такой бандяк у нас получился. Вот, видите? А пока маринуется наше мясо, мы порубим драла, разорвем костер и покушаем фрукты. Вот, видите? Друзья, вот что значит жить в селе. У нас в селе вот такие мощные персики, мягкие, сочные, восточные, а самое главное, бавтугайские. Вот так. Какие же персики у нас сладкие. Что слаще, не могу определить, виноград или же перстики. Так, угли у нас готовы, жар бешеный. Теперь я пойду за мясом. Я где-то недели две назад готовил, ну не целиком вот этот кусочек, а именно лопатку одну. Ровно час мы ее готовили, она очень шикарно приготовилась. Я думаю, что для этого куска полтора часа будет достаточно. Каждые примерно минут 20 мы ее будем и переворачивать, чтобы она не подгорела, а с одной стороны не почернела. В общем, полтора часа. Друзья, пока Ахмед снимал деревья туда-сюда, ко мне пришел другой гость. Не одноклассник Раджаб, а Бажа Анзор. Двоюродный Бажа Анзор. Да же Анзор? Единственный человек, кто камеры не постеснялся и пришел в кадр. Пока наша барашка готовится, мы быстренько приготовим самый вкусный летний, летний, сочный салат. Помидоры, огурцы, лук, болгарский перец. Ты поздоровайся с моими друзьями. Всем привет! Вот, пришел Флагомедор. Ты не стесняйся, ничего не удаляется, Анзор, ты не стесняйся. Ничего не режем, так же ставим. Анзор у нас живет в Москве, приехал отпуск в наш родной, родимый Бавтугай. Анзор, скажи честно, где тебе больше нравится жить? В Бавтугайе или же в нашей столице необъятной родины, в Москве? Только честно скажи. Бавтугайе, конечно. Бавтугайе? Давай тебе микрофон, да? Лучше Бавтугайе, что может быть? Вот сейчас говорю, пожалуйста. Бавтугайе, да, получается? Да, Бавтугайе. Ну, в Москве же вроде бы такая городская суетливая жизнь, мегаполис. Ну, вроде бы наши все уезжают. Не только наши бавтугайцы, а со всего, со всего Дагестана, со всего Кавказа, все же стремятся туда, в Москву же все стремятся, со всей России даже стремятся. Ну, ты говоришь, что жить легче, лучше, лучше жить Бавтугайе, да, получается? Да, Бавтугайе лучше, конечно. Родное. Своё родное, да? Где родился, кривой раз. Где родился, как ты родился. В Москве плане работы только, больше ничего, абсолютно. Все стремятся работать, подзаработать. Друзья, вы напишите, вот Анзор сказал, что ему... Кто бы где бы ни был, все равно возвращается обратно. Вот Анзор сказал, что ему жить... Бавтугай. Что ему жить удобнее, легче, лучше, хорошо Бавтугайе. Вот вы напишите ваше вот такие мнения, ваше ваше мнение в комментариях напишите. Где же все-таки жить лучше? В своем крае, в своей области, в своем районе, в силе, в городе или же в нашей столице? Анзор сказал, что ему в столице больше всего не то, что нравится, а что в столице насчет заработка, говорит, жить лучше. Правильно, Анзор? Да. А вы напишите вот ваше мнение по этому поводу. Пока, Анзор, ты пока говори, рассказывай о прелестях нашего Бавтугая. Пока ты будешь рассказывать, я быстренько буду готовить салат. Я еще с себя не пришел. После Москвы я с себя не пришел, да. Еще с себя не пришел. Идет пока акклеватизация от этой суеты. Ты, наверное, Анзор, ждешь целых 11 месяцев. Когда же наступит время приехать домой? Да, годовой отпуск. Года один раз. Бывает два раза. Ну, ей лицо попало. Ты знаешь, Анзор, у меня такая проблема. Когда я в командировку куда-то выезжаю за пределы Дагестана, Максимум три дня. После трех дней начинаются ломки. Тянет домой. Анзор, ты знаешь, где эти болгарские перцы я собрал? Сорвал. Домашние, наверное. Да, дома, в огороде. По цвету видно. А, посмотри. Чуть мелкие. Видно свои. Они какие вкусные, жесть, да. Домашние, она реально вкусная, да. Не то, что магазинный, да, пластмассовый вкус. Да, грамм синикасов нету. Будто пенопласт жуешь, да, в магазинах. Наверное, у вас... А это вообще чувствуется. Наверное, у вас в Москве с этим больше всего, наверное, проблем, да? Да, вообще. Как будто китайский. Китайский пенопласт жуешь. Сейчас Ахмед говорит, эй, вне камеры, говорит, так сильно, говорит, Москву не хайте, говорит. Это Ахмед говорит, наш оператор Ахмед. И Анзор потом ему говорит, ну, это все вне камеры. Анзор ему говорит, эй, там, говорит, и... Ну, тебя, с работы, говорит, начальство, говорит, поругает. За то, что ты, говорит, так сильно в Москву хаешь. Анзор говорит, эй, там и начальство, говорит, и руководство, говорит, и все, говорит, приезжие. москвичей молочи лучше в основном все приезжие назор когда у тебя отпуск заканчивается какого числа шестого уезжаешь обратно да да работать надо главное работать надо не сидеть не сидеть на шее у детских пособий у бабушек и дедушек главное работать надо правильно совершенно верно да да но находясь там тоже смотрю ваши ролики твои любители жареного вон аппетит line лайвай александр незаметно как день проходит сейчас к нам уже ролики смотрим сейчас нам команду уже и тихо подключился тихом деле старший брат наш смотрим оттуда я уже дальше передаю у нас свои группы там тоже есть спасибо от души там мозгур транс очень большая организация почти тысячу водителей наверно все скидываю с собой азор ты сказал мозгур транспорта до московский городской транспорт передай им пламенный всем привет всем салам алейкум а я к с приезжали сюда коллеги да да мне скинули видео они оказывается главы бы были вот никак не получилось я был в горах этот момент да и получилось приехать ну ничего еще раз приедут посидим вместе пожарим обязательно как я понял мозгур транс на смотрю всем привет всем салам алейкум сему мозгур транс от анзора и от меня мухаммада любителя жареного друзья ровно 30 минут прошло мы хотели переворачивать каждую 20 минут но чуть-чуть пропустили время вот так вот пахнет как друзья ровно 1 час и 50 минут у нас прошли и наша баранина готова руки-руки-руки если горячо давай засылаю на фольге ух горячо-то так а за помоги а друзья полтора часа говорили но у нас прошло час пятьдесят парня ждах не до час-пятого час и наша этот наш яденок уже готов сейчас мы будем пробовать ее с анзором сколько сока столько всего здесь азор собственного соку да где наша ложка за салат летом лучше салата ничего не бывает конечно мясо лучше но все равно первую очередь салат себе тоже так назову поставлю салат чем неженькие московские салаты оливье это учено да пожалуйста камеру наши час пятьдесят прошли не напрасно видеть как она приготовилась ни грамма крови вы обычно говорите что она с кровью приготовилась шикарно сейчас мы будем с анзором дегустировать ахмед пока будет ждать снимать нас с тобой возьми анзор картошку вот такую вещь как я ее ахмед скажи правильно что мы целиком это крупно поставили сюда картошка анзору картошка мне мясо анзору мясо мне салат анзору салат мне также анзор картошка картошка хозбековская до гуни не давать обманивать не будем скидер на рынке взял половина гуни торгует даже мы друзья выходцы я не скажу мы это мои бабку дать меня неправильно поймут моя мать с казыковской район населения гуни отец бактугайский а у него оба гуниевцы правильно же анзору масса возьми хлеб так что мы хотим свою картошку спалить правильно анзор картошку на камеру смотри все нормально бисмюллаху рахману рахим вот слов нет у меня по крайней мере у меня на очень нежную я моим друзьям обещал что я напишу если она получится что она получилась а если он не получится что я напишу название ролика как не надо готовить мясо я вам честно скажу вот так мясо надо готовить поверьте нас но все очень и очень вкусно и сочно получилось она просто вот здесь горячая не могу я его так вытянуть но все шикарно друзья колуставные зубы даже можно убрать в сторону идет с вами да очень нежное место да друзья так что название ролика будет таким таковым как вкусно и правильно приготовить баранину по бафтургайский вот так же за перед тем как буквы камеру я хочу что ты пару слов сказал адрес моих друзей друзья имеется моя подписка называем называют друзьями точнее я своих друзей иногда называю подписчиками чтобы ты понял что они мои друзья пару слов их адрес ты говори я буду кушать стесняться нету это уже не вырезается здоровья пожелаем удачи миллион долларов здоровья кровью и мирного неба чтобы всегда был полный стол мяса друзья друзья что побольше приходили пробовали всего самого лучшего всего самого наилучшего даже друзья я тоже не буду томить вас и анзора но поставить кусочек не покушай я не смогу вам ничего пожелать разговариваю позор все вкусно да я друзья от себя как обычно за мне что-то добавить твоим словам но тем не менее я вам всем пожелаю крепкого крепкого сибирского здоровья кавказского долголетия мирного неба я в одном ролике одном ролике то что нам небо давал это было дождь я это желаю всем нам и вам и нам ну наверное нельзя не пожелать за то что меня некоторые упрекают когда я забываю пожелать а некоторые когда желаю мне говорят зачем ты желаешь это все дело горит ноги и счастье одни в деньгах страны я пожелаю всем одному миллион долларов наличными скажи честно если будет здоровье один миллион долларов не то что месяц в жизни один раз не помещает никому ты согласен с этим вот друзья я вам всем желаю крепчайшего на и крепчайшего здоровья мирнейшего неба и по одному миллион долларов месяц наличными на этом мы с вами не прощаемся а всего лишь говорим до новых встреч оставайтесь с нами подписывайтесь не переключайтесь и т.д. и т.п. всем салам аликул скажи мне так и помахай привет а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok